Добрый вечер, уважаемые телезрители, всех, кто присоединился к эфиру вопроса национальной безопасности. Мы приветствуем вас в эфире телекомпании «Черноморская и социальная Краина». Эскандер Бариев, член Межриса Крымстарского народа, участник нашей программы. Добрый вечер. И говорим мы, конечно, о блокаде и о ее светлых и не совсем ожидаемых сторонах, которые случились на протяжении теперь уже 18 дней. Сначала блокады поставок продовольственных и непродовольственных товаров в оккупированный Крым. И все эти 18 дней мы с нетерпением ждем, когда свое слово скажет официальная власть. Не участники акции протеста, которые, собственно говоря, свои требования заявили еще до начала блокады. А власть, которая устами Петра Порошенко обещала, что в ближайшее время в Верховную Раду Украины будет внесен законопроект президентский. И Рифат Чубаров, сидя на вашем месте, говорил о том, что, возможно, он будет и как неотложный поддан президентом, об отмене закона о создании свободной экономической зоны, который, собственно говоря, и стал тем очень благодатным грунтом, на котором выросла новая коррупционная история Украины. Ничего не слышно про президентский указ. Что знаете вы? Ну, насколько мне известно, вчера и с председателем Межли, и с Рифатом Чубаровым общались на эту тему. Идет процесс. Идет процесс в том плане, что есть зарегистрированный ряд законопроектов и различными фракциями, различными группами. Некоторые по два раза. Да, некоторые даже по два раза. Причем идет бурное обсуждение. Но при всем том, насколько мне известно, наши депутаты, и я имею в виду и Рифат Чубаров, и Мустафа Джамилев, они постоянно в теме, они постоянно общаются с этими депутатами, с этими группами. И мы надеемся, что все-таки в ближайшее время будет единый законопроект, который будет принят, и, соответственно, будет результат. Единственное, конечно, существует одна проблема в том, что есть решение, согласно которому на некоторое время Верховная Рада приостановит, не будет проводить пленарное заседание в связи с выборами. Мы знаем, до конца октября. Да, практически до начала ноября, насколько мне известно, где-то до 5 или до 6 ноября. И это, конечно, во временном плане усложняет процесс, потому что на акции, вот сейчас уже похолодало, находятся люди. Люди, которые находятся там, стоят в холод, тем более это не в каком-то теплом здании, а в палатках. Ну, пока что мы их в шортах видим, скажем так. Нет, на самом деле это старые кадры. Вы сказали не об этом, да. Сегодня, в том числе, люди говорили о том, что на самом деле холодно, нужны теплые вещи и так далее. Поэтому это технические моменты, над которыми надо работать. Поэтому, скорее всего, можно будет ожидать, и мы надеемся на это, что ближе, ну, максимум до 20 ноября, будет все-таки принят закон, который как раз-таки отменит закон о свободной экономической зоне Крыма. До того времени акция будет продолжаться. Конечно, конечно. До того времени будет существовать, ну, фактически нарушение закона, которое с благословения власти, как мы теперь понимаем, да, ну вот, таким образом гибридным... Нет, Валентина, я не говорил бы о нарушении закона, понимаете, ведь на самом деле никто не перекрывал движение. Перекрыто только движение в отношении фур, то есть крупногабаритных автомобилей с крупногабаритным грузом. Все. На самом деле, те случаи, которые происходят, или те вещи, которые мы видим в Ютубе, там, да, или пишем заявление, это, ну, частные, получается, случаи, которые, ну, где-то кто-то из активистов акции просто превысил свои полномочия. Но это единичные случаи, и мы понимаем, там же ж не, скажем, люди, не стоят представители какой-то там структурной самоорганизации. Там обычные люди, которые... Я понимаю, давайте мы эту тему, мы ожидаем того, что нас свяжут с заместителем начальника управления внутренних дел Херсонской области, с Ильей Кивой, вот, и мы тогда оговорим эти случаи вместе с ним, да, чтобы понять все-таки, это отдельные случаи или не отдельные, это практика, когда люди в камуфляже обыскивают автомобили граждан Украины, да, или есть сколько таких заявлений, что делает милиция, мы оговорим тогда. Давайте закончим все-таки то, что касается президентского законопроекта, которым он обещал лидерам Крымстанарского народа во время встречи Мустафе Джамилеву и Петру Порошенко, что... Ой, и Рифату Чебарову. О том, что он в ближайшее время его подаст. Но в ближайшее время уже, получается, затянется на месяц, потому что... Получается, да, но это технические моменты, но работа над самим документом, она идет. Я очень надеюсь, что... Хотя у меня другая информация относительно того, как идет эта работа. Я перед нашим эфиром разговаривала с Рифатом Чебаровым, он практически сказал то же самое, что, скорее всего, это будет уже в ноябре месяце, но он сказал, вот не 20-го числа, а в начале ноября будет внесен этот законопроект. Я просто с запасом, он уже назвал даты, для того, чтобы, если не получится в начале ноября, но до 20-го, я думаю, точно все это получится. Да, подполковник Кива на связи с нами по телефону, к сожалению, не по скайпу, из Кирсона. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот мы сейчас с Аскандаром Бариевым, членом Межрисса Крымстарского народа, говорим о тех случаях неприятных, информация которых уже широко обсуждается и в сетях социальных, и уже на экранах многих телевизоров, мы видим случаи, когда превышаются, ну не знаю, можно ли это употребить. Когда нарушаются права человека. Когда нарушаются права человека, да. Скажите, пожалуйста, насколько, как много таких случаев? Подобных тем, которые мы видим на съемках с задержанием, то есть незаконным лишением свободы людей, по сути, потому что задержание на сутки и более участниками акции, вот двух человек, да, которых, как вы сообщили вчера после совещания, они доставлены все-таки в УВД. Они доставлены в УВД, они отоспались, отмылись, отъелись, значит, в действительности они сегодня дали интервью к телеканалу Интер, и еще несколько рядов телеканалов, потому что, в общем-то, в действительности они не имеют претензий к участникам акции, вот, они не имеют претензий к правоохранительной системе, без какого-либо, поверьте, давления. У них действительно, скажем так, не самая лучшая была предыстория их жизни, когда они собирались вступать в террористические организации, но в силу определенных обстоятельств они все-таки, слава богу, не оказались на той стороне, скажем так, баррикады. Поэтому, вот по этому случаю хочу сказать, это хорошо, что не была, знаете как, перейдена точка невозврата, вот, и это хорошо, что люди с пониманием отнеслись и к той ситуации, которая сложилась у нас, потому что все-таки мы должны отдавать отчет, то, что сейчас происходит на постах, все достаточно взведены, достаточно сложная ситуация, потому что разные люди, общение, разные могут складываться ситуации, мы вышли из этой ситуации, мы сумели выровняться, ни у кого, ни к кому нету претензий, но, я говорю, хочу сказать, но, вот сейчас уже нужно будет задумываться над тем, чтобы подтягивать дисциплину и чтобы приводить в состояние военной иерархии и военной дисциплины взаимоотношений среди активистов, потому что если дальше мы будем позволять происходить подобным действием, эта вся мирная акция может свалиться в хаос, пока, допустим, ситуация контролируемая, она сложная, но контролируемая, пока мы умеем и мы выдерживаем вот эту грань, но свалиться с этой грани очень легко, и тогда, как мы, правоохранители, насколько бы мы лояльны и насколько бы мы с пониманием не относились к сложившейся ситуации и не поддерживали в душе эту мирную акцию, мы должны будем стоять в букве закона. И если эта буква закона будет нарушаться, вне зависимости от мотивации, мы должны будем это пресекать и виновных должны будем наказывать. Поэтому я считаю, и моя позиция, что никаких задержаний, никаких остановок, никаких, скажем, неправомерных действий в отношении граждан не должно происходить ни со стороны активистов, ни с любой другой стороны. Поэтому на сегодняшний день было принято решение о том, что на каждом из существующих блок вот этих постов, которые создали активисты, выставлены наряды милиции. Они выставлены в первую очередь и для того, чтобы люди, которые пересекают данные блокпосты, могли обратиться за помощью или обратиться с претензиями, или обратиться с просьбами к правоохранителям. Для того, чтобы они всегда видели человека, который представляет закон. Вот какая ситуация. Прекрасно. Это именно то, о чем мы говорили, в том числе и с Рифатом Чубаром, о том, что на блокпостах участников акции должны быть постоянные посты милиции. И я так понимаю, что со всеми участниками акции разъяснительная работа относительно того, где находится грань закона, вы уже провели. Правильно? Мы работаем над этим. И вот вчера у нас была нарада, у нас вчера была нарада. Мы вчера разговаривали, мы вчера разговаривали, вот, я, мы вчера разговаривали, вот, мы вчера разговаривали, общались еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Я хотел достучаться до сознания каждого. Наша основная сегодня задача это сохранить законность и правомерность действий для того, чтобы мы могли двигаться в правовом поле, потому что наша сила это в единстве правоохранительной системы вместе с протестующими, с народом, с государством. И только когда мы будем единым стержнем, мы сможем победить любую агрессию, мы сможем победить любого противника. Да, и последнее, что я хочу спросить, что с теми двумя, которых незаконно лишили все-таки свободы на несколько суток? Они отпущены, они покинули территорию Фирсовича? Они провели одну ночь и были переданы правоохранительным органам. Значит, они однозначно, им вернулись документы, им вернули машину, у них вернули их личные вещи. То есть в данном случае у них нет претензий с ними, все нормально. Видео с их объяснениями у меня выложено на странице в Фейсбуке. Интер снял сегодня эту с ними интервью, поэтому за них переживать не надо. Я даю стопроцентную гарантию, что с ними и их жизнью ничего не угрожает. Чудесно. И скажите еще, пожалуйста, на сегодняшний день сколько заявлений было с жалобами на действия участников акций протеста, как от водителей фур или просто граждан, которые передвигались своим личным автотранспортом? От водителей фур заявлений не было больше все-таки, скажем так, от водителей легковых автомобилей, которым проводился незаконный осмотр. Незаконный осмотр. Это порядка 15, наверное, уже 20 заявлений за весь период. По большому счету это не очень много. Но вот, допустим, существует такая организация, гражданская организация, или ветераны Айтара, я не знаю, как их называть, которые на сегодняшний день вызывают действительно тревогу своими действиями и своим, скажем так, поведением. Если к правому сектору нет вопросов, если к крымским татарам, которые являются и руководителями этой акции, на сегодняшний день нет вопросов, то вот к этой организации пока, допустим, еще, скажем так, им нужно работать над своей дисциплиной. Поэтому мы должны быть счаще и мы должны быть еще принципиальнее к себе для того, чтобы у нас все-таки был порядок. Спасибо большое. Это был Илья Кива, заместитель начальника управления внутренних дел Херсонской области. Прозвучали фактаж, которого раньше не было, кстати говоря, около 20 заявлений от людей. Что с этим будут делать организаторы акции? Прошло ли такое же совещание, не знаю, там, в штабе, в Меджлисе относительно последних ужасных случаев? В первую очередь были совещания, когда собрались все представители различных организаций, участвующих в этой акции, и в рамках этого обсуждались вопросы. В том числе и были проведены меры по отношению к тем людям, которые превысили полномочия. А, это были установлены, да? Те, которые били машины, те, которые проводили область, те, которые угрожали. И, во всяком случае, проводили в первую очередь профилактику, как нужно вести себя на данной акции активистам. Во-вторых, просто получилось так, насколько я так понимаю, но поскольку такая функция принадлежит только правоохранительным органам останавливать легковые автомобили и проверять, что там может быть, да, то просто некоторые участники акции, увидев это, ну, как бы, решили тоже это провести. Но я считаю это неправильно, и считают все организаторы акции, что это неправильно. И поэтому проводится сейчас профилактика. Скажем, те люди, которых считают, что они были задействованы или привлечены к этому процессу, их просто, ну, скажем, отстранили, и, во всяком случае, все остальные знают, что, ну, нельзя так поступать, и я думаю, это все будет отрегулировано. Кроме того, сейчас ведется работа над тем, чтобы были онлайн, постоянно онлайн-трасляция на этих участках, чтобы любой гражданин Украины в любое время суток мог включить и посмотреть, что происходит на том или ином участке. Понятно, это непростая работа, но я думаю, уже в ближайшее время будет на Чангаре, потом на Каланчике, и, соответственно, потом будет веб-камера. Это очень просто, даже во время блокирования украинских воинских частей просто фланшеты устанавливали веб-камеры. И я вам скажу, что на Чангаре уже, в принципе, даже установлены веб-камеры, они вообще скоро заработают. И поэтому, я думаю, любой гражданин Украины сможет заглянуть в любое время и посмотреть, что же делается на этом участке, для того, чтобы все видели, насколько прозрачно, насколько в рамках законодательства проводится акция, что никто... ...в месте, которое достает эта веб-камера. С нами на связи по скайпу Ольга Скрипник. В том месте, где стоит акция. Наш постоянный, скажем, страж правоохраны. Добрый вечер. Добрый вечер, Оля. Вы слышали, да, включение Ильи Кивы? Да, слышал. Я должна сказать нашим телезрителям, что эти двое людей, которые были задержаны незаконно и сутки удерживались на блокпосте, собственно говоря, правоохранители отреагировали именно на заявление Ольги Скрипник, которая там побывала, и просто после разговора с подполковником Кивой позвонила 102, так, Ольга, да? Да, я могу навести конкретные факты, которые подтверждают. Только что Илья Кива сказал нам, что около 20 уже заявлений есть от граждан на нарушение их прав во время этой акции. Мы не будем... Тут вопросов, законно ли, незаконно, они действуют, по-моему, ни у кого нет. Это явное превышение незаконное действие. Давайте пойдем конструктивным путем и, может быть, какие-то рекомендации сформулируем сегодня во время эфира, каким образом эта акция, которую действительно в душе и по-разному поддерживает очень много людей, и которые очень надеются, что эта акция, в том числе, наконец-то, ее организаторы, особенно те, которые находятся на КПП, наконец-то вернутся к своим первоначальным требованиям, потому что, по-моему, про политзаключенных уже все забыли. Вот. И каким образом вы бы посоветовали... Оля, пожалуйста. Спасибо большое. Я попробую объяснить кратко. Что касается рекомендаций, то еще до начала акции мы выходили из пресс-конференции и призывали к тому, чтобы все-таки объединить усилия и сначала проконсультироваться все вместе. Более того, о определенных угрозах я сообщала еще до начала акции. В том числе, они подтвердились, потому что не может быть акция бессрочная. Тогда становится вопрос, кто будет там постоянно находиться. В связи с этим я и увидела, кто там постоянно находится, что меня, конечно, расстроило, потому что, на самом деле, возможно, днем там присутствуют другие активисты, но после шести вечера там были только батальоны и Ленур и Слямовы. Больше я там никого не увидела. И батальоны правого сектора Азова и других, их все можно было рассмотреть, которые и совершали противоправные действия. Я хочу подчеркнуть, что то, что даже говорит Илья Киева по поводу блокпоста, который там существует, сам по себе блокпост уже является незаконным. Вторая проблема, которая уже существует, как минимум, на Чингаре, я не видела других, — это создание третьей границы. Организаторы, объявляя эту акцию, говорили совершенно другие цели. Одна из них, в том числе, — соблюдение прав человека в Крыму. И это никаким образом не пересекается с тем, почему там на самой акции нарушаются права человека. Второй момент, опять-таки, про эту так называемую третью границу. Там появляются блокпосты, они уже есть. Сейчас они контролируются добровольческими военизированными батальонами. Это раз. Второе, теперь туда собираются поставить милицию. Конечно, чудесно, что она будет контролировать батальоны. Объясните мне, пожалуйста, зачем крымчанам теперь создают третью границу? Это мне абсолютно непонятно. Это не соотносится ни с законными украинами, ни с целями акции, которая была объявлена. У вас есть ответ на этот вопрос? Конечно. Но на самом деле, Оль, я с вами не согласен о том, когда вы говорите в том, что вы говорите, что третья граница, что там военизированные какие-то батальоны и так далее. Нет. На самом деле, Оль, на самом деле я был там неоднократно. Я на самом деле тоже проезжал и смотрел. На самом деле там не только люди в камуфляжах. Но люди в камуфляжах, это не значит, что они военизированные, и они там с каким оружием. Я первый раз такое вообще вижу и слышу от вас. Это сейчас нет смысла обсуждать, потому что, если вы не признаете этот факт, поговорите с Ленуром Ислямовым. Если Ленур Ислямов точно так же отвергает факты оружия, то это просто-напросто сокрыт информацию. Подождите, вы о каком сейчас оружии говорите? Что, стрелковое оружие? Холодное и огнестрельное. Какое огнестрельное оружие? Это пистолеты и холодное оружие. Они есть не у всех, но они присутствуют. И как раз-таки основной нашей требовательности... Если говорить о рекомендациях, надо назвать, какие есть проблемы и что нужно убирать. Оль, смотрите тогда, что касается, насколько я там был, и насколько есть инструкция согласно этой акции, на самом деле там могут быть разные люди. Но наиболее удобная форма в полевых условиях – это камуфляжи. Мы все прекрасно понимаем. И дело не выдаст. Можно я тоже формирование рекомендации? Подождите, на этом остановимся особо. Значит так, внимание. Говорить о том, что там находятся бойцы Азова, что там находятся бойцы Айдара, нет никаких оснований. И это в том числе вчера в интервью в центре журналистских расследований сказал Илья Кива, потому что мы прекрасно знаем, что Азов – это спецподразделение Национальной гвардии МВД Украины. Кива утверждает, что никого там из бойцов Азова нет и быть не может. Правильно, правильно. А то, что люди, которые… Секундочку, да. Да, у этих людей есть эти самые… Секундочку, ну можно я это скажу? Да, хорошо. То же самое касается Айдара. Мы знаем, что это подразделение Министерства обороны. Да? То есть бойцов как таковых там нет. То, что люди себе могут нашивку. Может быть бывшие добровольцы, может это… Но с этим нужно навести порядок. Они не могут называться подразделением, официально существующими в Национальной гвардии и в МВД. Вы понимаете, на самом деле нет официального заявления о том, что там находятся официальные подразделения. Есть официальное заявление о том, что их там нет. 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 Поэтому люди, которые так называются, они должны, наверное, себя подругом называть. Ветераны. Называются ветераны. То есть те, которые сегодня не используют эти подразделения. Я сегодня получила письмо, вернее, наша редакция получила письмо от так называемого референта за информативную и безпеку полку АЗОВ, который требует внести коррективы в комментарии, которые давал Кива вчера Центру. При этом не фамилии. Понятно, что это официальная структура МВД. Понятно, что мы никаких правок не вносили. Но этот человек то же самое на себя перебирает то, что называется полномочия. Поэтому наведите, пожалуйста, порядок. Сделайте фиксированное членство людей, которые постоянно там находятся, чтобы вы точно знали, кто из них будет нести ответственность за те или иные действия в том или ином месте проведения акции. Оно должно быть локализовано, на мой взгляд. Потому что когда за несколько километров от КПП на Чангаре три раза людей по дороге останавливает, вот локализуйте как-то акцию, потом не будет вопросов, кто виноват. Извините. Вопрос в том, что блокпосты не имеют права организовать ни участники акции и никто. Любой блокпост создается на основе документов. Есть положение 367 с внесенными в него изменениями, где четко регулируются пункты пропуска, которые существуют на административной границе с Крымом. Они есть, они уже созданы. По факту это и есть административная граница с Крымом. Там возникает третья граница для людей. Абсолютно на незаконных основаниях. Никаких границ третьих там существовать не должно. И никаких дополнительных проверок не должно существовать для людей. Это противоречит законодательству. Тогда каким образом контролировать вообще ПТО? Да, как проходят фуры. А каким образом у нас КПП существует? Их задача зачем-то. Там есть, там существуют пограничники, там существуют другие органы, в том числе таможня, СБУ. Если есть претензия к этим органам, давайте искать способ, каким образом заставить нормально работать КПП, а не создавать третьи, четвертые, пятые границы. Вот теперь здесь давайте, Оль, Оль, давайте на этом моменте... ...правый сектор создаст любую себе границу, будет проверять какие угодно машины. Это вообще недопустимо по отношению к людям, которые уже выезжают с оккупированной территорией. И их радостно, в кавычках, встречает правый сектор с оружием в руках. Вы чего хотите? Отторгнуть Крым? Это получается. Люди запуганы, и я их видела. Люди звонят нам каждый день и сообщают об этих проблемах. Людям бьют машины, людей просят из частных автомобилей выгружать картофель. Это что за цели? К чему мы придем? Это срочно нужно решать. Оперативно и быстро. Иначе это не просто будет потеря Крыма, это будет катастрофа для нас. Это нужно решать. То, что я там увидела, я, если честно, в шоке, потому что мне впервые... Я не первый раз нахожусь на Чингаре в связи со своей работой. Мне впервые было небезопасно. Меня окружило 30 вооруженных людей, пусть не все из них. Эти люди не называли себя, эти люди не представлялись, эти люди не объясняли цели и задачи, что они там делали. Эти люди угрожали, повышали голос, агрессивно себя вели. Мне впервые за все мое время на Чингаре было небезопасно. Это ненормальная ситуация. Ее нужно срочно ликвидировать, а потом садиться за стол переговоров и решать, как дальше урегулировать все возникшие вопросы. И это нужно делать. Оля, спасибо. Если можно, давайте паритет по времени будем соблюдать и немножечко градус понизим. Не будем друг друга перебивать. Я абсолютно спокойно. Вот сейчас вы меня опять перебиваете. Давайте чуть понизим, потому что эмоции нам ни к чему. Эмоции – это в шоу. У нас предметный конкретный разговор. Каким образом нормализовать ситуацию? Каким образом избежать угроз, которые на сегодняшний день уже явственны, по отношению к мирному, что называется, населению, каким образом сорганизовать работу участников акций, к тому, чтобы все были, что называется, учтены, и чтобы ваши действия были понятны людям и находились в рамках закона? Могу дать конкретные рекомендации. Ну давайте послушаем, тогда пусть Оля скажет, хорошо, ладно. Потом я расскажу. Пожалуйста, Оля, говорите о рекомендациях. Первое, с чего я начала, нужно разобраться с блокпостами. Не нужно, чтобы они там были. Второе – военизированные отряды присутствовать там не должны. Это только запугивает людей и создаёт дополнительные риски. В-третьих, случаи, которые уже были, их необходимо расследовать, в том числе заявления, которые люди подавали и так далее. В-четвёртых, провести разъяснительные работы со всеми, кто там находится, чтобы больше таких случаев не было. В-четвёртых, один из вариантов, который предложил Искандер, как я поняла, это установление видеосъёмки. Да, это хороший способ. Но вопрос сейчас в другом. Вопрос в том, что необходимо вернуться вообще за чьей акции. Вопрос был в законе об экономической зоне, который привёл к ряду проблем. На сегодняшний день то, что там происходит, создаст просто ещё новые проблемы, точнее уже создало. Если мы говорим о законе о свободном экономической зоне, то нужно к этому вернуться. Ещё раз напоминаю о том, что наша задача — отменить закон и принять альтернативный. Мы ещё раз предлагаем сесть вместе за рабочий круглый стол, разработать альтернативный законопроект. И дальше ту акцию, которую вы начали, её силы и возможности, нужно в том числе переносить на Верховную Раду, чтобы её заставить принять нормальный альтернативный законопроект. И здесь понятно участие этих людей. Тот ресурс, который у вас есть, и вы готовы использовать для того, чтобы менять проблему, нужно дальше использовать уже в конкретном конструктивном русле, а именно закон. Ведь с него всё начиналось, и по идее одна из наших главных целей — это его отменить. И здесь у нас будет консолидированная позиция крымских организаций, МИДЖЛИСа, правозащитных организаций. Поэтому ещё раз прошу, как можно быстрее начать этот процесс. Потому что то, что там происходит сейчас, и если это будет опять бесконечно длиться, это всё равно будет вызывать постоянные проблемы. Нам нужно переходить к следующему этапу. Конкретно это парламентские процедуры. И точно так же на них давить с помощью гражданского давления. Это нормальные процессы. Мы готовы к ним присоединяться. И с самого начала их предлагать. Отлично. Оль, спасибо большое за ваши рекомендации. На самом деле, по многим из тех пунктов, которые вы сказали, я с вами полностью согласен. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что вот как раз таки, когда мы говорим о том же законе, мы как-то так же были с вами в эфире. И вы и я в том числе, мы с прошлого года постоянно говорим о том, что этот закон несёт больше проблем для крымчан и нарушает права крымчан, нежели он приносит пользу. И поэтому как раз таки эта акция подтолкнула к тому, что сегодня в Верховной Раде уже зарегистрировано 6 законопроектов, как раз таки связанных с отменой этого закона. Поэтому мы видим позитивную динамику в том числе и в политическом эстеблишменте Украины в отношении законотворческой деятельности. Есть результат. Я вас не перебивал, пожалуйста. Есть, я вам говорю, сколько законопроектов. И мы надеемся, что как раз таки в ноябре месяце наконец будет решен этот вопрос. И в том числе, и в первую очередь благодаря данной акции. Это первое. Второе. Я с вами полностью согласен, что мы должны проводить постоянную работу, или мы все вместе с вами должны проводить постоянную работу с участниками акции. Я вам еще раз напоминаю. Я говорю, что участники акции это не военизированные какие-то группировки. Это активисты, которые могут себя идентифицировать с правым сектором, могут идентифицировать с любой другой какой-то организацией. Но при всем том, они пришли туда как граждане Украины. И поэтому одно из решений проблем, чтобы не было вот таких вот инсинуаций, каких-то провокаций, чтобы все это люди видели. Действительно сейчас стоит задача и над этим работает, как поставить веб-камеры, чтобы круглосуточно можно было увидеть. Что касается границы. На 367-м постановлении, в внесении туда изменений, вы прекрасно знаете, я один из тех, который работал над этим. Для того, чтобы упростить или улучшить, создать условия, чтобы крымчане могли свободно приезжать на материковую Украину и обратно. Но здесь речь идет о том, что никто не говорит, что это дополнительный блокпост. На самом деле изначально стоит задача, и это единичный случай, когда у кого-то картошку, кто-то превысил полномочия. Вы же сказали картошку, как будто бы у меня сложилось такое впечатление, что столько машин, и все лишились картошки. Сейчас, сейчас, я можно договорю, но есть такие случаи, я, насколько имею информацию, и на самом деле предпринимаются уже меры, чтобы такого не допускалось, потому что некоторые активисты просто понимают, что... А можно конкретизировать, принимаются меры, это как? Принимаются меры, в первую очередь ведется работа с участниками акции. В том числе, на самом деле ведется фиксация всех людей, которые принимают участие в этой акции. И в-третьих, вы понимаете, нельзя эту акцию проводить, если, допустим, ну, это не блокпост, это, скажем, люди на этой акции стоят для того, чтобы не пропустить крупногабаритный транспорт, и все. А что касается легковых автомобилей, то этим могут заниматься только правоохранительные органы, если останавливать и, соответственно, вести какую-то проверку. Поэтому здесь, в данном случае, речь идет о том, что сама акция, на самом деле, она пока, если исключить вот эти вот единичные случаи, которые произошли... Которых уже два десятка только заявлений, они все люди заявлений... Ну, я понимаю, я понимаю, но... Давайте не говори, что это единичный случай, это была практикой до вчерашнего дня. Но вы слышали, что я согласен с Ильей, да, который рассказал? Когда саму акцию, теперь надо создавать отдельную акцию, которая будет контролировать эту акцию, чтобы все изменения, которые вы сейчас назвали, дай бог, что они произошли. Оль, 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 давайте, давайте мы на самом деле, Оль, ну, давайте на самом деле, ну, за год, я конкретно тогда... Подождите, подождите, Оль, Оль, не, подождите, пожалуйста. За год, почему вы не отменили этот закон о свободной экономической зоне? Почему вы не отменили? Я отменяю эту часть... Поэтому давайте, давайте, я слушал, я абсолютно слушал все ваши замечания. И я считаю, что действительно те рекомендации, которые были с вашей стороны, они правильные. И поэтому с вашей стороны, как в том числе людей, которые занимаются правозащитной деятельностью, давайте готовить рекомендации, давайте проводить инструкции или работу с этими людьми, которые находятся на гражданской акции, которые в интересах, опять же, и основная цель этой акции, на самом деле, это деоккупация Крыма. Это все прекрасно понимают. И закон, отмена закона, это только способ облегчения данной акции. В том плане, что когда будет принят закон об отмене свободной экономической зоны на Крым, тогда не будет необходимости удерживать или не пропускать крупногабаритный транспорт с продуктами питания, и с продовольствием и стройматериалами. А тогда можно будет достаточно только мониторить, как себя ведут, выполняют ли законодательства Украины КПП и пограничные службы. Поэтому в данном случае давайте объединяться. И в том числе мы с вами объединились и работаем вместе, допустим, над разработкой стратегии по реинтеграции Крыма в Украину. И это хороший позитивный пример всем остальным случаям. Поэтому я опять же говорю, давайте садиться. Очень хорошо, что вы и выехали на участок. Слушайте, вы уже 10 минут друг друга призываете, давайте садиться. А мы работаем вместе на самом деле. Мы работаем, мы постоянно контактируем. Результаты. Предложили это еще на пресс-конференции до 21 сентября. Изменений не произошло. Но я сейчас не об этом. Вы назвали 6 законопроектов как результат этой акции. 6 законопроектов, количество законопроектов, не значит качество. Вы смотрели их все 6. На самом деле мы знакомились. На самом деле идет обсуждение. Я знаю про 4, откуда 6? В ряде законопроектов там написано, что проезжать могут по спецпропускам. Что я категорически считаю, я являюсь противником этого процесса. Потому что спецпропуска, они наоборот усложняют процесс передвижения обычных граждан. И нам нужно разрабатывать нормальный законопроект. Поймите, мы попадем в ситуацию. То, что вы говорите, результат 6 законопроектов, пусть будет 20. Но потом примется какой-либо из них. И нам придется столько же сил и жизни тратить на то, чтобы изменить или отменить следующий закон. Не проще хоть раз нам сесть действительно и написать закон. И сейчас не заниматься акцией, а заниматься законом. И его разрабатывать. И как можно быстрее. И у вас как раз таки в первую очередь, у Меджлиса. Сейчас есть все инструменты. У вас есть госслужба, у вас есть два народных депутата. У вас есть возможность зарегистрировать как можно быстрее законопроект. С нашей стороны, гражданской, правозащитной, мы готовы подключаться к акциям давления на парламент, чтобы принять этот законопроект. Механизмы все есть. Их нужно использовать. А не ждать, когда Лапин внесет еще один законопроект. У Меджлиса нет госслужбы. Госслужба это структура, это центральный исполнительный орган. Я прошу вас, коллеги, остановитесь, пожалуйста. Что касается дальнейшей работы, я же больше всего молчу. У вас есть мой номер телефона. Давайте завтра созвонимся, сядем и будем заниматься законотворческой деятельностью для того, чтобы был, пусть будет седьмой, а может быть восьмой, тот законопроект, который нужен крымчанам. Который нужен всем гражданам Украины. И, Оль, вы же знаете, в любое время, ну, вы можете мне позвонить, я только буду рад с вами встретиться и поработать в этом плане. Давайте сядем за один стол и будем готовить законопроект наш. Спасибо огромное. Ольга Скрипникова. Совместный. Известный правозащитник. Центр правового... За вашу настойчивость по нормализации ситуации. Я считаю, что мы должны уже прекратить дискутировать, потому что у нас есть все ответы уже на все наши вопросы. Оля, спасибо огромное. Я даже не попрощалась, по-моему. Скандарь, резюмируем. Времени действительно мало. В том числе и у этой акции, потому что терпение заканчивается у народа и по отношению к власти, и по отношению к все более и более политизирующейся гражданской блокаде Крыма. Потому что, я говорю, бигбордов с фотографиями политзаключенных, которые вы требуете освободить взамен продовольствия, да, их там нет. Но там появился билборд с призывами к созданию Крымситарской... Нет, на самом деле, ну, это не... Вот эта акция, она не может быть системой торга. Вы должны это понимать. То есть нельзя говорить, ну, хорошо, завтра освободят, условно, это одно, это мы хотим, чтобы освободили политзаключенных, то завтра освободят одних, снова начнут возить туда продовольствие, арестуют других. Что вы со мной спорите? Это ваши лидеры на пресс-конференции озвучили эти требования. Да, поэтому мне здесь говорили, это перечислялись те проблемы, которые есть. Теперь они забыли, говорим мы. Никто ничего не забыл, на самом деле никто ничего не забыл. Другой вопрос, я вам скажу так, вот, допустим, тот участник акции, который сейчас сидит на холоде, да, в холоде, вот сейчас холодно, вот если вы выйдете, то, соответственно, каждый из них скажет, хорошо, конечно, Ольге легко рассуждать в тёплом диване, там, за компьютером, но почему Ольга до сих пор не предложила законопроект? Почему не пришла как правозащитники? А получается, что вот на этой теме можно, понятно, засветиться и сказать о том, что вот мы можем то-то, то-то, то-то делать, почему вместе мы не делаем? Про Ольгу говорить, что она пытается засветиться? Нет, да, в данном случае. Это человек, которому и вы, и я должны с утра до вечера говорить спасибо. Да, в данном случае. Понимаете? За её правозащитную деятельность. Ну, мы правозащитной деятельностью тоже занимаемся, и вы прекрасно знаете, как мы занимаемся, и что мы делаем. И реальную информацию собираем с Крыма. Сейчас я говорю совершенно о другом. Так нельзя себя вести, но честное слово. Нет, сейчас я говорю о другом. Мало того, что вы кричите, хотя я уже пять раз попросила вас не кричать, вы ещё перебиваете ведущего, который ты сам. Нет, во-первых, я не кричу. Во-вторых, Валентина, если вы пригласили для того, чтобы узнать какую-то информацию или получить какое-то мнение, то давайте соблюдать паритет. Я ответил на свои вопросы. То по большому счёту я предоставил слово, я никого не перебивал, но почему-то, когда я начинаю говорить, вы начинаете перебивать и говорить свою точку зрения. Но если вы как журналист хотите услышать моё мнение, как человека, который ездил, наблюдал или наблюдает за этими процессами и старается что-то корректировать. Короче, во всём виновата скрипника, она не дала вам закон. Да не во всём. Вот зачем вы так говорите? Я не об этом говорил. Вы к этому сверли. Я говорил о том, что если мы говорим о конкретном мероприятии, и если скрипник обвиняет в том, что в первую очередь нужно сделать новый законопроект, чтобы был закон отменяющий, то давайте садиться и работать. И поэтому, почему по сегодняшний день за год нет законопроекта от Ольги Скрипник, которая могла бы предложить депутатам Верховной Рады Украины, которые могли бы зарегистрировать и, соответственно, сказать, и включить в том числе в список Ольги Скрипник. Можно я отвечу? А чем должны заниматься народные депутаты? Не, ну в данном случае мы говорим о том, что... Во всяких случаях, чем должны заниматься народные депутаты? Законотворческая деятельность. Работать с избирателями, встречаться с избирателями. А чего Чубаров с Джамилевым до сих пор не подали законопроект об отмене СС и установлении справедливых вообще перемещения людей и грузов? Но на самом деле... Вот, они за это у нас зарплату с вами получают. Согласен, согласен. Но дело в том, что вот те законопроекты, которые подаются, в том числе они в этих процессах участвуют, и в том числе депутаты Джамилев и Чубаров. Вот эти четыре, которые сейчас поданы, в них участвовал Джамилев и Чубаров? Ну, во всяком случае, в обсуждениях участвуют. Какие обсуждения еще в зале? Кроме того, вы знаете, что постоянные встречи, постоянные поездки, постоянные, скажем, проработки в этом плане. Поэтому, я думаю, это не совсем сейчас справедливо, скажем, ну, такие претензии. Потому что в данном случае мы увидим в ноябре месяце окончательный законопроект, который будет принят. В том числе, и это будет инициатива и президента, и депутата Джамилева, и депутата Чубарова. Поэтому здесь нельзя... Вы же прекрасно понимаете, что не все так просто. Я прекрасно понимаю, что у правозащитников доступа к президенту, который пообещал в ближайшее время внести законопроект, у наших правозащитников такого входа к нему нет. Он есть у народных депутатов, он есть у представителей партий парламентских, да. Понимаете, поэтому там дверь закрыта. Поэтому я предлагаю вам, как одному из людей, которые несут ответственность за проведение, в том числе, этой акции, и одному из тех людей, которые берут на себя смелость выступать спикером, да, и штаба в том числе, и Меджлиса, все-таки слышать, что говорить, меньше спорить, а больше слышать друг друга. Потому что... Еще раз повторю то, что я хотела сказать, и вы мне не дали. Мы знаем уже ответы на все вопросы. Мы даже знаем, как эффективно идти к цели поставленной. Правда же? О чем мы спорим? Спорить нечем. Нужно браться и работать. Поэтому вот тот вход к принятию решений, он должен быть расширен для представителей других общественных организаций, в том числе правозащитников. Никто никому не закрывает дорогу. Не воспринимайте критику. Я абсолютно, я вам, во-первых, скажу, что я всячески стараюсь помогать, информировать население по поводу этой акции, потому что я считаю, что я, в первую очередь, как гражданин. Гражданин, которому не безразлично то, что сегодня происходит в отношении Украины и в отношении, скажем, той земли, куда я не могу сейчас вернуться. И поэтому в данном случае мы можем обо всем говорить. Мы можем говорить о каких-то, ну, скажем, но при всем том, я хотел бы видеть конкретные действия. И не обязательно президент должен подавать законопроект. Ведь на самом деле, что, Ольге Скрипник, нет доступа, условно, Чубарову или другому депутату. Поэтому я не понимаю такую, она голословная критика. Я понимаю, если бы Ольга Скрипник предложила бы законопроект, и завтра бы спросила бы, что это не сделано. Я говорю, режиссер, нам говорит о том, что мы перебрали время. И, к сожалению, я прошу прощения наших телезрителей, мы должны были показать сегодня еще два свежих расследования следствия «Инфо». Если по времени хоть одно из них помещается еще в оставшееся, еще в оставшееся, которое мы успеваем показать, первое, да. Мы посмотрим сегодня расследование Дмитра Агнапа, которое называется «Диаманты в Багни». Следство «Инфо» завершает, как всегда, наш информационный вечер. Сегодняшний эфир получился очень тяжелым лично для меня, например. Я не знала, что мы настолько не можем друг друга услышать. Но будем над этим работать. Эскандер Бориев, постоянный, можно сказать, участник нашей передачи по этой теме. И я думаю, все-таки мы придем к тому, чтобы более спокойно и более результативно обсуждать и не бояться обсуждать острые темы. Нет, у меня одна просьба ко всем, и к правозащитникам, и к участникам акции, и ко всем. Нужно просто делать и не говорить. И на этой очень правильной ноте мы завершаем наш эфир. Спасибо большое, будьте здоровы и информированы. Все самые достоверные новости на сайте Центра журналистских расследований. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Сенсація в науковом святі. Украинские прокуроры сделали неимоверное открытие. Они научились смятя перетворювать на диаманти. Идет это про Александра Корніця, заступника прокурора Киевской области. Если бы его вчасно не остановили, он бы на диаманти начался перетворить все, что угодно. Точно все, что происходит под контроль Украинской прокуратуры. Субтитры создавал DimaTorzok Телемиз грошей, золото та зброя. Ці кадри обшуку в прокурорских кабінетах влітку вразили всю країну. Тоді затримали заступника прокурора Київщини Олександра Корніця та заступника начальника головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна. Вдома у Корніця знайшли 65 діамантів, за що він отримав прізвисько «Діамантового прокурора». Він вийшов на волю під багатомільйонну заставу і заходився спростовувати свою винуватість. Що це за діаманти, по-перше? Якщо ви звернетеся до слідчого і попросите, може ви зверталися, я ж не знаю, нехай вони, мам, їх викладуть для порівняння, наприклад, з якоюсь монеткою пятикопієчною або десятикопієчною, то ви побачите, що ці діаманти навіть цей простір не заповнять, який міститься на п'ятикопієчній монеті. Втім, дрібні діаманти, запевняє офіційне слідство, коштують 25 тисяч доларів. Корніець стверджує, що вони обійшлися йому в 4 тисячі гривень. Та навіть якщо він і справді купив їх на зарплатню, то як пояснити 4 земельні ділянки, будинок в передмісті Києва та люксовий позашляховик? Адже дружина Корнійця навіть бізнесом не займається, а працює разом з чоловіком в прокуратурі Київської області. Воно було продано, це майно, все, яке було для того, щоб придбати будинок. А яке саме майно було продано? Це було продано три квартири і одна земельна ділянка. Покажіть історію цих земельних ділянок, просто намалюйте, от намалюйте, будь ласка, от там. В такому таруці ми успадкували там дві ділянки, в такому таруці... Знаєте, пане Дмитрово, малювати я не буду, тому що ці мої малюнки можуть бути виперсені проти мене. Слідство.Інфо самостійно розібралося, як прокурор міг заробити на майно, походження якого він тепер відмовляється пояснювати. Олег Чайковський – власник київської фірми з вивезення та переробки сміття. Його компанія може давати півтора мільйони гривень чистого прибутку на рік. Коли він потрапив до Корнійця, той як прокурор саме здійснював нагляд за роботою сміттєпереробників. Я зайшов до нього, він мені показав витяг сайту, показав, що він у нас договор заключив, почав жалуватися, що плохий бак, поміняйте бак. Ми поміняли йому бак. Потім він неоднократно почав плавно підводити мені до того, що ви ж розумієте, якщо хтось буде у своїх випадкових, то ніхто трогати вас не буде. Як стверджує підприємець, засновника від прокурора йому нав'язали досить швидко. Він мені дає телефон, набирай, звуть Лариса, це моя родна сестра. Вона дасть документи, вводиш її в учрі дітей і копію статуту з змінами привезеш мені. Я з нею зустрілися на проспекті науки, вона мені дає документи, я ще дивився. Він корнеєць, вона Прокопенка по паспорту. Лариса Прокопенко отримала 50% в фірмі Чайковського товаристві з обмеженою відповідальністю «Ніколсан». У вас є сестра Лариса Павліна Прокопенко? Так, є. Є. І ви знаєте, що вона є співзасновницею, зокрема низки підприємств, одне з них – це товариство з обмеженою відповідальністю «Ніколсан». Це правда? Ну, звичайно, відомі таки. Як ваша сестра стала співзасновницею підприємства «Ніколсан»? Дуже цікаве питання. Запитайте вона її. Розпитати в Лариси Прокопенко історію її знайомства з підприємцем Чайковським не вдалося. По телефону сестра прокурора пообіцяла передзвонити пізніше і слухавку більше не брала. Олег Чайковський каже, що після заходу родички правоохоронця в його бізнес він отримав не тільки дах, а й обов'язок регулярно ділитися прибутком. Ну, я лично йому завозил в кабінет, отдавал. Я йому 4 місяці подряд по 5 тисяч доларів віддавав. У нього в прокуратурі на 6-м этаже, у нього в кабінет, там можна посмотреть журнал моїх посещенья, я ж записувався. Часть отдавал замсортировки, і я разницю довозив, що в екваленті було 10 тисяч доларів ежемесячно. Плюс потім з мене, коли йому потрібні були гроші постійно давлення, мені потрібні гроші, дай мені розписку за те, що ти мені як повинен гроші, це буде гарантія того, що ти мені будеш по 5 тисяч доларів ежемесячно приносити. Ну, я написав йому розписку, у нього же в кабінеті. Ви бачили я такий документ? Звичайно, я бачив ці документи. Це розписка, що Чайковський винен вам гроші. А тепер можна питання? Так. А оця відкритая інформація, звідки взявся? Чайковський особисто нам передав. Так? Угу. В цій розписці ви передали Чайковському гроші 20 тисяч доларів? Сестрі я віддав гроші, так, вона мені приносила розписку. Сестрі? Ну, там написано, що ви Чайковському дали в борг 20 тисяч доларів. А чому ви не сестрі позичили ці гроші? Не знаю. Спитайте в неї. Згодом, за словами підприємця, прокурорська потреба в грошах тільки зростала. І коли він вже не міг її задовольняти, йому було запропоновано вийти з бізнесу. Він назначив мені зустрічу, що давай, мені потрібні гроші, я мало заробляю, давай робити зміння в статуті. Ну, місяця три я не соглашався, поставили давління, поставили звонки. Мені потрібні гроші, у мене проблеми, у мене долги, у мене дочка учиться, у мене мільйон доларів долгов, такі от це все. Я не можу тут на роботі заробляти, я сліжу за спецслужбами, спецслужби слідять за мною. Підприємець передав нам аудіозапис зустрічі з прокурором. Йому було востаннє запропоновано поділитися бізнесом або… Я тебе предлагаю поставити сюди перевідку, я забираю стартапивку, все впустую, в принципі, да. Я этого не хотів, Саш. Справки не хочеш, то нормально. Дякую за перегляд!